Особое мнение на 101FM Конкретно компания «Актив Комфорт» отказалась заключать договоры на обслуживание мусорных контейнеров. И, судя по всему, дома, которые прикреплены к вашей компании, сейчас остались без мусорных контейнеров. Как такое получилось? — Вот такая вот коллизия получилась. Ну, не то что дома оказались. Оказалось пока два дома. Северная набережная 19 и Рженикидзе 3. Вообще мусорная реформа сама по себе идея неплохая и очень даже хорошая и правильная делается, что должен быть один региональный оператор, который собирает деньги со всех, вывозит мусор, занимается полностью всем, так сказать, мониторингом, логистикой и все должно быть в их руках. Так прописано законодательство, так прописано во многих постановлениях. В данном случае действительно к нам обратилась КДУ-3. Начала я обращаться еще с начала года. КДУ-3 является перевозчиком у Куприта, у регионального оператора. — С тем, чтобы, типа, заключите договор на аренду контейнеров. — С нами, с КДУ. — Да, с КДУ заключите. И на содержание контейнерных площадок. Мы говорим, скажите, пожалуйста, на каком основании, какие у вас правовые отношения с нами могут в этом случае восстанавливаться. Ну, типа, это наши контейнеры, мы вот сейчас их тогда заберем. Но мы, как этот вопрос был с начала года, мы с ними требовали от них вот именно каких-то аргументированных правовых... — То есть пытались вести переговоры. — Вести переговоры, говорить о том, скажите на основании чего. Кроме того, что это, типа, наши, мы заберем, больше ничего не было. С другой стороны, Куприт нам никаких, как управляющий компанией, тоже не предъявлял условий, да. Тем более, что у нас с Купритом вообще нет никаких тоже юридических и правовых договорных отношений. Вот. Но, тем не менее, значит, вот уже в мае месяце, 24-го числа, еще раз, там, предпредив, что мы его там уберем, вдруг неожиданно взяли и забрали с двух адресов. — Ну, как неожиданно? Они вас предупреждали несколько месяцев. — Нет, я бы не сказал, что, ну, как они предупреждали, предупреждали в начале года, да, и вот еще разочек они предупреждали, там, в конце апреля, да, что мы, типа, уберем. Ну, мы им отвечали, что давайте, на основании чего вы заберете? — Обоснуйте. — Обоснуйте, да. — Они вам сказали, они наши. — Да, это наши, мы заберем, и все, вы давайте платите за них. Кто должен платить, каким образом, из какой статьи содержание обслуживания, если деньги уже из тарифа у собственников, да, на квартиру Донов, с 1 января были вычтены. Те деньги, которые раньше была жилищная услуга, до 1 января 2019 года, и деньги 2 рубля 95 копеек, там, копеек, с квадратного метра, были вычтены. Те деньги, с которыми мы в 2018 году и до 1 января 2019 года выполняли эту услугу. — Вы сами возили мусор? — Да, это была обязанность управляющей компании. Мы обеспечивали контейнерные площадки содержания, вывоз мусора, мы не делили мусор, строительный он, смет, ветки, листва, диваны, холодильники, унитазы, чтобы там не выносили жители. Мы все это увозили. Как только пришел регион, и у нас это убрали, утверили тариф в два раза. — А увозили куда, простите? — Возили на полигон, конечно же. — То есть у вас был какой-то договор с САХом? — Естественно, да. Договор на утилизацию, мы занимались. — Самостоятельно. И многие управляющие компании в городе так поступали. — Все. Но здесь как раз и возникала проблема, что были ответственные управляющие компании, безответственные управляющие компании, ненадлежащие лица, всевозможные хозяйственные субъекты, те же самые торговые точки, могли куда угодно вывозить. — Понимаете? И из-за этого сложилась реформа у правительства, говорит, давайте все-таки наведем порядок в России. Мусор должен вывозить один, собирать деньги один, и строить заводы, перерабатывать, утилизировать, транспортировать и так далее, так и захоронять. — И тогда как бы не будет того, что это вот мой мусор, и я сейчас только свой отвезу, а это не мой мусор, я его куда-нибудь в сторону откину. — Все логично, все правильно. Но вот пробелы в законодательстве и вот эти перевертыши, они приводят к тому, что людей заставляют еще раз заплатить за оказание услуг. Сейчас Куприд — это прямые договора с собственниками. Он напрямую, они им платят. Это коммунальная услуга. За некачественное оказание коммунальной услуги они должны сделать перерасчет. Даже сейчас завалена контейнерная площадка, например, это уже... — А сейчас эти контейнерные площадки без контейнеров и завалены мусором. — Ну да, и завалены мусором. Но я сейчас в данном случае по Северной набережной 19 я просто не мог этого оставить больше так. — Вывезли? — Ну да. — За свой счет? — Вывозим, да. Вывозим. — Вот все-таки нужно понять, что касается мусорных площадок. Как сложилась такая история, что вот есть мусорная площадка, это, скорее всего, территория муниципальная, да, они разные? — Не везде. — Нет, придомовая. — Есть придомовая территория. — Придомовая. Придомовую территорию управляющих компаний обслуживают. — Общее имущество, да, обслуживают. — Управляющих компаний. По сути, эти площадки вы должны обслуживать? — Содержание контейнерных площадок по 290-м поставлению — это наше. — Это ваше? — Содержание контейнерных площадок — это наше. Это ремонт контейнерной площадки, ее покраска, ремонт рождения. — Вы этим занимаетесь? Все уперлось в контейнеры? — Все уперлось в то, что нет контейнеров, контейнеры вы купите и начинаете платить деньги за это дело, приобретаете еще раз. — Вот в этом вопрос. Хотя постановление законодательства прямо четко говорит о том, что до 25 декабря 2018 года, неважно когда, до 25 декабря каждого года региональный оператор должен все это дело просмотреть при заключении соглашения с правительством. Утвердить все схемы размещения контейнерных площадок, их количество, нормы накоплений и так далее, и заключив соглашение, должны уже обслуживать и содержать. Соглашение заключено на основании типовой формы в постановлении 1156, где четко прописана ответственность, кто обслуживает и вставляет контейнера, ремонтирует там, региональный оператор. Нет другого. Понимаете, нет другого. Все остальное это можно только вот накладывать. То, что они говорят, у них не заключено в тарифе, типа нет в тарифе, то же самое, в типовой форме там все прописано, включается это все. Если не включили, это не вина собственников, это не вина там кого-то, управляющих компаний, что якобы у них нет в тарифе, хотя это не видно. — То есть, с вашей точки зрения, в этот момент Куприд или его подрядчики, с которыми они взаимодействуют, тоже КДУ, должны оставить эти контейнеры, вы обслуживаете площадку, они должны поставить контейнеры и их вывозить. — Если даже на то пошло, грубо говоря, ну так, что это КДУ, контейнеры КДУ, я там не буду даже сейчас об этом разговаривать, надо перед мне там спорить, с чьей это контейнер. Ихи контейнеры. Так вы тогда и обратитесь к Куприду. Причем здесь управляющая компания. Вы обратитесь к Куприду, скажи, Куприд, контейнеры мои, ты их или покупай у меня, или же бери в аренду. То есть то, что и он нам предложил. А Куприд тогда должен быть к нам, хотя, по крайней мере, Куприд как-то хотя бы немножко связан с нами. — Вот, вот хороший вопрос. Куприд-то здесь чего? Они вообще с вами переговоры какие-то... Сколько раз вы за стол переговоров садились? — Ни разу. Ни разу. — Вы готовы с ними разговаривать? — Я был у них в понедельник сразу же, когда они в пятницу у нас увезли контейнера. — Вот в минувший понедельник. — Вот, да, вот этот понедельник. Я сам, я сам напросился, позвонил сначала в КДУ-3 и сказал, уважаемые, вы не надо так делать, это шантаж. Вы, говорю, поставьте, пожалуйста, контейнер назад. Вы вот не заключаете, мы вот все у вас уберем. Я говорю, вы поставьте контейнер назад. Если вы хотите решать, давайте, да, встретимся и разговаривайте. Мы пока на уровне только переписки разговариваем. Мы напишите, мы вам написали два письма. Всего лишь на двух письмах мы сейчас разговариваем. Ни разу не встретились, не обсудили. По телефону не поговорили. Я сам вам позвонил после того, как вы это убрали. Я говорю, давайте встретимся и переговорим. Да, хорошо, давайте вот приезжайте тогда. Я говорю, хорошо, я приеду сам. Приезжайте в Куприд. Мы там будем. Говорю, хорошо, приеду в Куприд. Я приехал в понедельник. Но до этого я их просил, говорю, в пятницу, вы поставьте назад контейнер, раз пока еще мы с вами не договорились. Начнем переговоры вести, какие-то выстраивать отношения. Назад установить контейнер. Да, ладно, мы посмотрим, рассмотрим этот вопрос. Помещал мне Влежанинов директор, но хотя этого не исполнил. Так, в субботу-воскресенье дом был без контейнера. В понедельник я приезжаю в Куприд. Там появился КДУ-3 тоже. Такой самый забойщик, Хороша, Александр Иванович, который начинает мне говорить, вот вы там, пятый-десятый, вы обязаны, вы должны. Я говорю, стоп, подождите, Александр Иванович, вы кто? КДУ-3? А я как с вами вообще должен? Мы как, с какими у нас с вами отношения вообще? Сейчас у нас с вами отношений никаких нет. Ни юридических. Давайте вы тогда помолчите, а с Купридом разговариваю. Куприд. Но это вот его контейнер. Я говорю, ну и что дальше? Почему он к вам-то не предъявил эту претензию? Почему я-то должен приобретать? Скажите мне, вы обязаны, ссылаясь на 290-м постановления какой-то. Я говорю, ну вы читайте другие постановления, где есть решение прокуратуры различных регионов уже. То, что, значит, именно вот законодатель однозначно говорит о том, что приобретение контейнеров, обязанность приобретения, ремонта, замены их контейнеров для накопления твердых коммунальных отходов на органы местоправления и управляющей компанией, значит, и ТСЖ является незаконным. И как раз вот образует это нецелевое использование как бюджетных средств, так и ущемляет права граждан. Ну, 1156, там четко прописано тоже это все. И Куприд в этом случае, мы направили письма сразу во все инстанции, мы написали и губернатору, мы написали письмо в администрацию, мы написали письмо в прокуратуру, мы написали заявление в полицию о том, что нас украли, похитили, мы не говорим конкретно, кто нас увез, хотя мы знаем, да, что нас увезли какие-то контейнера. Мы написали Министерство жилищно-коммунального хозяйства, мы написали Министерство жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Мы написали прокуратуру, то есть мы сделали все эти вещи. Самое главное, мы стоим на защите наших граждан, потому что мы не хотим, чтобы они два раза еще раз заплатили за эту вещь. Тем более, откуда эти деньги? Это не солевые деньги. Павел Валентинович, я поняла. А скажите, вы упоминали, что есть уже решения, в том числе и судебные, в других регионах, где подобные ситуации суд однозначно трактует, наказывает. Конечно, конечно. В каких, например, регионах? В Вологодской области. В Вологодской области? Это самые последние. Ну, это и в Нижегородской области скоро. И в Нижегородской области. Есть, да. Там управляшки пошли на эти шаги? Нет, управляшки там просто сразу изначально сказали, извините, обязанность выставления контейнеров... Это ваше? Это региональный оператор, все. А наши-то почему молчат управляющие компании? Ну, я не могу сказать, потому что, наверное, тут единицы остались те, которые вот кроме так, как вот мы, Актив Комфорт, и еще, наверное, управляющие компании, три управляющие компании, которые до сих пор не соглашаются. Они мелкие, но тоже, наверное, боятся там еще что-то. Я не знаю, к какому поводу. Но я вам хочу другое сказать, понимаете. Вот это вопрос того, что нужно установить контейнера, да, нужно установить контейнера и их использовать, из них нести аренду, еще они предлагают, что вы еще должны их ремонтировать. Типа того. Я говорю, извините, а я как их должен контролировать? Вот вы ее поднимаете, вы их там стучите, колесики отваливаются. Они отваливаются при вашей эксплуатации. Я тут при чем? А сколько стоит один контейнер, напомните, пожалуйста? Ну, он сейчас стоит 14, где-то 15 тысяч рублей. 14-15 тысяч рублей стоит контейнер. Да, вот если у меня сейчас на... Но если вы, я правильно вас понимаю, если вы, как управляющая компания, которая получает деньги жильцов, за эти деньги купите контейнеры, то это будет нецелевка? Это нет. Во-первых, у меня их нет, их денег нет. Я, значит, должен у жителей забрать деньги, если это то пошло, забрать деньги из содержания ремонта. А они уже заплатили за это по тарифу? Нет, они платят на ремонт, они хотят ремонтировать дома. Дома-то недоремонтированы. Дело у них... Не-не-не, я имею в виду, что вот эти деньги, они в тарифе мусорном уже заложены. Конечно. Хотя они говорят, что они заложены, но это не наша проблема. Заложены ли? Нет, за 1156 типовой договор, читайте, смотрите, там все прописано. То есть это, с вашей точки зрения, уже проблема Куприта, который... Это проблема Куприта, который должен был там эти вопросы решать. То есть они говорят, что в тарифе этого нет, а тариф на минуточку у нас вырос во сколько? В два раза. В два раза. Прервемся сейчас на полминуты и продолжим разговор. У нас в студии Павел Еропкин, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт». Павел Еропкин, генеральный директор управляющей компании «Актив Комфорт». Вот как интересно, давненько у нас не было такой темы, когда управляющая компания, ссылаясь на законы, ссылаясь на принятые судебные решения по конкретному вопросу, принципиально противостоит региональному оператору. Что говорят на это люди? Вот сейчас убрали контейнеры. Люди, которые проживают в ваших домах, которые вы обслуживаете, наверняка не очень рады этой ситуации. Не то, что не рады. Они, так сказать, негативно и негодуют по этому вопросу. И все на вас? Или они про Куприт говорят? Нет, они сначала, конечно, позвонили к нам. Что случилось? Где контейнеры? Вы что там завалили контейнерную площадку? Да это не мы. Вы понимаете, что вам коммунальную услугу оказывает Куприт, региональный оператор? Вы ему платите деньги. Давайте с него спрашивать. Ничего не знаем. Мы еще и позвонили в администрацию. А на администрации нам однозначно стоит. Виноват управляющая компания. Но я еще с вами повторяю. Мне даже ни одного звонка не прошло с администрации. Из теруправления или из администрации никто не звонит? Да, из администрации пришло. Что у вас там происходит? Почему у вас там завал? И никто не пришел? Нет, пока никто. Я, конечно, жилищные инспекции придется сейчас насчет выписать протокола, штраф. Это любимая тема. Тоже не разбирается. А контейнерная площадка ваша? Давайте. Но это тоже... Да это суд рассудит. Сразу же я говорю. Вы пойдете в суд? Естественно. Однозначно. Даже если сейчас будет протокол какой-то-либо, это будет судебное решение. То есть мы здесь будем однозначно идти до суда, до Верховного суда. А при этом уже есть решение судов других регионов. Есть других регионов, конечно, есть. Поэтому и жители-то сейчас, понимаете, половина, ну как бы половина на половину. Половина понимает прекрасно. Но они говорят, ну нам что делать-то? Я говорю, ну так вы жалуетесь-то не сюда. Вы давайте вот сюда. Ну вы уберите, а мы уж там сейчас будем жаловаться. Ну а нам говорят, а некоторые прям категорически ничего не знаем, вы опять нас там обманываете. И вот администрация нам сказала, идите туда. Нам Куприд сказал, это управляющая компания. Ну вот такая ситуация, понимаете? То есть вот эта вот информированность населения, то что у вас было 2,95 до 1 января 2019 года, и мы его управляли, его возили, и правильно вы когда-то на нас говорили, мы брали под козырек и делали. И было минимальное количество проблем, да, а сейчас, значит, вы платите 4,91 или 4,95, да, а с 1 июля еще будет повышение, будет уже 5,12, 5 рублей 12 копеек. И еще теперь это жители. Давайте еще раз приобретите контейнера. Павел Валентинович, это очень интересно. То есть как борются жители за изменение тарифов в частном секторе? Понятно, вот, кстати, частный сектор с самого начала был очень активный. Они заставляют пересчитывать весь мусор. Они доказывают, что большую часть мусора сжигают в печке. Они говорят, что они его утилизируют и требуют, чтобы им пересчитали. А вот жители многоквартирных домов, они вот совершенно по-другому себя ощущают. Может быть, потому что еще собственниками себя не ощущают. Ни домов, ни прилегающих территорий, ни дворов, которыми они являются, по сути. Я не знаю. Вообще активность сама жителей, вы видите, как меняется или нет? Или смиренно ждут решения? Нет, я вижу, есть, опять же, еще раз повторяю, почему частный сектор? Потому что он больше, как бы, понятно, это мое. Это мое. Это мое. А у нас ведь порой собственники многоквартирных домов, они считают, что это вот управляющая компания, типа там, вот это ваше. Хотя это общее имущество, мы должны вместе его содержать за их и деньги. Ну, я как бы говорил, да, здесь у них немножко другая позиция у наших собственников. Хотя они тоже это прекрасно понимают. Вот смотрите, давайте. Давайте пример. Давайте пример всегда хорошо. Чтобы это было понятно. Живут два пенсионера, заслуженных человека, которые проработали крупно. В советское время заработали себе квартиру. Квартиру неплохую заработали, жили вместе с детьми. Квартира 100 квадратных метров. Сейчас дети разъехались, а он остался за ними, и вдруг на тебе со 100 квадратных метров два пенсионера, которые там под 70 лет, под 80, они платят, там, грубо говоря, тысячу рублей. Ну, чтобы там тысячу рублей за мусор, вывоз мусора. Молодая семья из четырех человек, двое маленьких детей, памперсы, бутылочки, всякие разные вещи, да, и муж с женой, живут в 42 квадратных метрах. Они платят меньше, чем эти два пенсионера. Где справедливость? Пока это тоже собственники многоквартирных домов это не прочувствовали, а жители частного сектора, они прочувствовали, они понимают, а за что я буду платить? У меня есть баня, у меня есть печка, у меня есть помойная яма, там, как говорится, где я могу компост там переделать. Да у меня нет такого мусора. Правильно? Нужно ощущать коммунальную услугу. Нужно ее ощущать. Ее нужно понимать, как она оказывается. Нужно понимать объем, а не просто перевести на квадратный метр. Это самый простой и легкий путь был сделать. Павел Яробкин, генеральный директор управляющей компании, это его особое мнение, мы сегодня выслушиваем. Да, это ситуация нетипичная. И, возможно, в этой ситуации куприт пойдет до конца, поскольку если вы создадите прецедент, то ведь остальные управляющие тоже посмотрят в эту сторону. Ну, я еще раз повторяю, за своих коллег, наших партнеров, управляющих компаний таких, я, конечно, не могу сейчас отвечать. Я такой вопрос провокационный задала, но все-таки мне интересно, почему компания куприт не садится с вами за стол переговоров, и почему, вот вы сейчас говорите, я пойду в суд, есть уже прецеденты, есть вот уже решение других судов. Они это осознают или нет вообще? Я думаю, что осознают. Они просто осознают, просто они считают, что... А зачем тогда идти на конфликт с управляющей компанией? Ну, они посчитали, что они львиную долю, ведь понимаете... Львиная доля заключила договор. Львиную долю они доработали. Да, остался вот только еще один самый крупный актив «Комфорт», и там мелочевка осталась. А все остальные, как бы, так сказать, под козырек и приняли то, что принято. В суд когда пойдете? Нет, в суд пойдем тогда, когда будут конкретные какие-то действия со стороны определенных административных действий в отношении нас. Например, к ЖИИ. Штраф какой-нибудь, да? Да, он сейчас нам составит протокол и понудит нас заниматься этими вопросами. И вы имеете протокол на руках? Да, конечно. А что с мусором-то все это время будет? А вот здесь вопрос. Вот. Здесь вопрос. И здесь вопрос. Мы поняли, как будет развиваться более-менее в ближайшее время эта ситуация. Это, конечно, будет такой прецедент. Уже есть такой прецедент. Будем следить обязательно, как все происходит. Но тут вот несколько вопросов я еще к этому же накидала. И тут и очень интересно. Можно вообще шире поразмышлять насчет мусорных площадок. Нам же говорят, что посмотрите, как хорошо все развивается. Вот уже некоторые там площадки, управляющие компании или юридические лица даже устанавливают контейнеры для раздельного сбора мусора. Вот эти вот сетки большие для сбора пластика. Кто-то снова ставит контейнеры для... Для чего? Для макулатуры. А для чего это? Кому это нужно? Потому что нужно работать с населением и приучать их к раздельному сбору мусора. А где мотивация? Вот мое мнение, еще раз повторяю, я это видел, это знаю, как работает раздельный мусор. Я был в Германии, да, я смотрел, видел эти... Да ладно, вон в Москве уже практически во всех спальных районах стоят контейнеры. В Москве это вообще один регион, давайте не будем его трогать. Отдельная, так сказать, страна в стране. Поэтому да, там прогрессирует это все, и там дело идет. Но там, еще раз повторяю, везде должна быть мотивация. Понимаете, если нет мотивации, смысл заниматься раздельным мусором. Мы кому помогаем? Что, от этого население будет меньше платить? А они что, будут меньше платить, если раздельный мусор, он подразумевает под собой, что контейнер зачипован, на нем стоит чип программный, да, как в магазине с Кандером, его снимают. То есть он зачипован за конкретным домом, на котором написано конкретное количество жителей, которые проживают в этом доме, да. И они, когда разделяют мусор, кладут в один контейнер деревяшки, в другие бумажки, в третьи стекляшки, в четвертой железки, да, там, сюда только свои отходы бытовые складывают, то мусоровоз, который подъезжает, задом подцепляет машину, он считывает сканером контейнер, который он подцепил, он его поднял и взвесил сразу же, что дом такой-то, липник на 71, контейнер такой-то, поднял, сегодня 220 килограмм выспал. Угу. И поехал. То есть по реально собранному мусору. 220 килограмм делится на всех жителей этого дома. Пожалуйста, они стараются. В следующий день он приехал, 190 килограмм, 230, между собой уже, собственно, говорит, ты слушай, мы мусорим много, там, вы чего там, начинает ругаться между собой. Они, вот тут они... Самоорганизуются. Они чувствуют каждый, у них квитанции, каждый день прописан сколько кубов, они вынесли мусора. Понимаете? Вот платежка у немцев, платежка, 11 листов, 11 А4, вот такого формата. Потому что электроэнергия каждый день на каждую квартиру приходит, на лицевой счет, сколько киловатт потратил, воды холодной столько-то лет. Они ощущают коммунальную услугу, они экономят, они стараются, их приучили, их мотивировали. Также с мусором там там каждый день прописан. А у нас зачем разделять мусор сейчас? Для кого? Кому помочь? Куприту, чтобы он его потом переработал. Кто его заберет, чтобы он еще дополнительно заработал деньги? То есть мы еще его сортируем, сюда вот покидаем, чтобы он там не переваливал. Бесплатно. Да, бесплатно. А деньги будем все равно платить 5 рублей 12 копеек. Смысл? Надо приучать, надо сортировать, надо приучать это в школах, да, там, разговаривать, детей говорят, что вот зеленый свет, вот красный свет, вот такие туда нужно, вести себя нужно так. Но взрослых людей, вот уже когда, да, их все-таки нужно приучать к мотивации. Нужно понимать, за что они платят и для чего это нужно. Так, Павел Яровкин, генеральный директор управляющей компании «Актихкомфорт». Мусорная реформа на этом все. А поговорим после короткого перерыва про ветхий фонд. Особое мнение на 101FM Особое мнение в эфире у микрофона Светлана Занько. А свое особое мнение высказывает генеральный директор управляющей компании «Актихкомфорт» Павел Яровкин. Мы говорим сегодня о проблемах ЖКХ и не только. Касаются они абсолютно каждого из нас. И я хотела у Павла Валентиновича еще спросить про фонд капремонта. Про стареющий городской жилой фонд и про фонд капремонта. Вы знаете, вы лично платите фонду капремонта деньги? Вот как жить? Как человек, да. Как человек, конечно, плачу. Плачу. А почему? Очень многие, очень многие не платят принципиально, потому что не видят результатов работы фонда, видят деньги, которые лежат на счетах и скапливаются там, и принципиально не платят. А вы почему платите? Ну, во-первых, я плачу, потому что как законопослушный гражданин в первую очередь, да, с Катя тоже прекрасно понимаю, что есть определенные проблемы в этом направлении. И поэтому я по-другому просто не могу поступить. Ну, вы подождите. Определенные проблемы или обман населения? Потому что есть и такая позиция, и такая позиция. Ну, я бы не сказал, что это... Причем определенные проблемы – это позиция власти. Конечно, есть определенные проблемы. А позиция большого количества экспертов и населения – это обман, потому что, ну где этот комплексный ремонт зданий? Почему столько денег скапливается на счетах? А вы при этом вот сейчас то, что вы озвучиваете, это прямо противоположно мусорной реформе. Вы говорите, есть определенные проблемы. Нет, стоп. Я про капремонт, про фонд капитального ремонта говорить сейчас могу тоже очень много, но это займет, наверное, больше времени. У нас есть 13 минут. То, что мусорная реформа. Фонд капитального ремонта, я с ним тоже, в принципе, вот с самой темой, самой идеей создания его, я тоже изначально был не согласен, потому что это определенный карман определенных регионов. То есть, ну как бы копить деньги и устанавливать какие-то элементы, что в этом году у вас столько, да еще не получается их освоить, потому что не могут нормально подобрать подрядчиков, и какие-то ремонты сделаны вообще без нормальных проектов, без нормальных всевозможных разработанных технических заданий. Это вообще какая-то там непонятная ситуация. Но понятно, что ремонтировать дома надо. Не до ремонтов море. Да, государство пытается делать хотя бы так, опять за счет жителей, за счет собственников. Что, собственники сами не могут, что ли? Почему государство-то надо накапливать? Да нет, я бы, знаете, что бы сказал? Вот если бы, например, предложение какое бы должно было поступить в этой части? Должно бы вообще выдать надо было кредиты определенные. Людям? Людям, управляющим компаниям нужно было так построить, что нужно было выдать кредиты. Так, как делают во всех странах. Никаких фондов. Тогда и коррупции меньше, и отношений к этому. Конечно. Специальный кредит на ремонт? Отпроектировали, говорили, что нужно сделать санацию этого дома. Что все, он ветхий, он там прожил свое время уже. 50-70 годов, уже устарело все. Технологии, фасады худые, дует, энергосбережения никакого. Санация утверждает, проекты все известны, этих домов, постройки, хрущевки, сталинки, там, панельки всевозможные, года выпуски типовые, проекты известные. По ним можно было сделать проект санации, сказать, что, мол, вот, отционировать этот дом полностью с фасадом, с кровлей, с коммуникациями, с заменой того-то, того-то, стоит, ну, 10 миллионов рублей. Ого. Ну, грубо, дом отремонтировать, 10 миллионов рублей. Что нужно? А отремонтировать все-таки, а не только проектную документацию? Не-не-не, отремонтировать. А проектную документацию, конечно, какие-то деньги будут стоить, но это не те деньги. Грубо говоря, 10 миллионов рублей нужно отремонтировать этот дом, на этот дом, по этому типовому проекту. Все. Тогда определяют, так, через определенные законодательные акты, кто будет получать там кредиты. Государство лучше дало бы этот кредит в каком-то конкретном государственном банке, в Сбере, там, я не знаю, там, любой банк. И люди в то время, когда они решили... И говорят, что это вам даем, вам специально отремонтируйте, но под 4, под 5, под 6 процентов, минимальный процент, тогда государство точно помогло, дает такой процент, дает этот кредит и следят уже за тем, как тратятся эти бюджетные деньги. Как, например, сейчас с дольщиками, да, то есть приняли же закон, сказали, все, строительный, вы больше не получите деньги до тех пор, пока вы не построите. И строительные отрасли, говорят, потихоньку разрушаются. Ну, понятно, разрушаются. Или перестраиваются, нет, трудно сделать. Нет, это надо перестроиться просто. Вот, тут, вот, здесь сделано правильно сейчас, да, в данном случае, все, хватит, не надо денег брать, а сначала вы, вот, деньги сюда нам платят, мы их контролируем, эти деньги, а вы строите, берите кредиты, строите, исполняйте, решайте, а потом уже вам... И надо было так же сделать с фондом. А здесь нужно было сделать так, помочь, если мы хотим помочь людям отремонтировать дома, нужно было решать... Вот я сейчас так просто прикидываю, крыша в нашем доме на 36-й год запланирована, а протекла она еще 6 лет назад, ну и все. Ну, у нас такая же ситуация, кровли текут, кровли старые... А если бы были кредиты, как вы говорите, то собрались жильцы дома, они приняли решение, что им необходимо ремонтировать кровлю, они заказали там обследование, заплатили эти деньги, пришли в банк и говорят, вот нам лицензированная компания сказала, что столько-то нужно денег на ремонт крыши, дайте нам кредит. А у банка есть уже госпрограмма по госпрограмме, кредиты под 4% на ремонт, с там выплатой сколько... Ну да, это можно все прочитать. 10 лет, например, и мы тогда в любой момент, жильцы сами приняв решение, идем и не в 36-м году, а завтра, в июне месяце, делаем ремонт кровли. Это четко была, должна быть программа. Да, это беда. А вообще, что делать с ветхим фондом, который есть... Что делать? С ним делать, его расселять нужно. Это, опять же, программа федеральная, расселение, это дотация из федерального бюджета, по-другому никак. Или же, опять же, застройщики, те, которые интересны эти земельные участки, они должны сказать, мол, я хочу построить дома. Это действующая история тогда получается, здесь все в порядке. Здесь, я говорю, с аварийным фондом, просто нужно побыстрее делать. Ближе к микрофону, пожалуйста. Быстро нужно делать. А почему так медленно тогда идет все? Ну, механизм всех всевозможных препонов, я не знаю, в чем это было. А есть он вообще, вот этот хорошо действующих механизм? А потому что все об этом говорят, что посмотрите, ветхий фонд, особенно в центре города, как хорошо, лакомые кусочки, давайте расселяйте, застройщики будут получать, будут обеспечивать квартирами и строить. Вот удивительно, вроде всем все понятно, а ветхого фонда полно в центре. Да никто не хочет лишние деньги вложить, все ждут, когда даст государству денег. Вот. Ну, что мы... Жадность? Ну, не то, что жадность, просто, ну, зачем, когда есть возможность, что по закону должны расселить... Государство рассели. Муниципалитет или там регион должен расселить. Заберет, потом выстоит на торги. Да, да, и вот там они просто уже строят дом. А ведь это проблема, какая проблема? Надо где-то найти квартиры, где-то купить, люди довольны, недовольны. А у нас 40% жилья непроданного стоит в Кировской области. Ну, поэтому тут вопрос такой вот. Это опять же воля... А кто самый жадный? Государство или бизнесмены? Ой, Господи, насчет государства я не могу сказать, куда оно и как, насколько оно жадно. А насчет предпринимателей каждый просто считает свою копейку. Ну, не будет работать ни один бизнесмен. Чем он богаче, тем, как говорится, ему... Они считают таким образом, что не несут социальной ответственности и не просчитывают на 10-20 лет вперед. Почему? Ну, я за них не могу отвечать. Я думаю, что, знаете, вот у меня в этом плане сложилось такое мнение, что до тех пор, пока у нас в самом государстве не изменится отношение между вот этими слоями, где мы понимаем, что он очень богатый человек, что он должен делать так, как сделано в Китае, например. Там же тоже четко понимаем. Там коммунистическая партия до сих пор, но там четко ясно выстроены отношения с этими олигархами, с этими бизнесменами. Мы сказали, занимайтесь бизнесом, ради бога, но не забывайте свою социальную направленность в нашей стране, в Китае. Так же и здесь. Ну, в принципе, к этому типу идет у нас государство и пытается выправиться от ситуации, но пока еще она идет вот как-то так медленно. Я не знаю, сколько это будет продолжаться. Пока еще, как бы, самые богатые люди не всегда социально ориентированы. То есть у них уже, как бы, поменялось немножко мировоззрение в другую сторону. Ну, понимаете, они считают, что нет, это мое, я уже все-таки, вот, я хочу еще больше, я хочу вот это, вот это, вот это. Не все. Поэтому, ну, рассуждать о них я, как бы, не могу. Это надо их спрашивать, почему они так вот себя ведут. Еще один вопрос, который касается жилищно-коммунальной сферы, я не знаю, что вы думаете по этому поводу и скажется ли это как-то на управляющей компании, но нас это очень интересует, потому что сейчас осуществляется переход, практически перевод обслуживания системы водоснабжения города Кирова от компании Кировской коммунальной системы к МУПу Водоканал. До сих пор еще ККС сражается за то, чтобы была возможность выхода на концессию и остаться, и обслуживать, и развивать эти сети. Все эти, но есть принципиальная позиция города, которая говорит, что нет, этим должен заниматься МУП, и мало того, МУПы должны стать все доходными. Управляющие компании как наблюдают за этим процессом? С настороженностью, с тревогой, или вы считаете, что что бы там ни было, вас это никак не коснется, потому что, ну, вот, вроде с водоснабжением у нас все наладилось, и разрушить то, что есть, невозможно. Значит, я вам отвечу свое, опять же, личное мнение. Конечно, у нас программа особо. Первое, да, мое мнение такое, что я сторонник того, чтобы все-таки вот такие вещи, как водоканалы, тепловые сети, электроэнергия, все-таки это должно быть муниципальное. И такие же предприятия, как, например, уборка дорожной сети, уборка дорожной сети, там, зеленение, это все-таки должно быть муниципальное предприятие. Тогда более понятно, как относится к этому муниципалитет. Он их контролирует, с него можно будет спросить. Не так, что мы заключили контракт, а вот у нас плохой подрядчик. Ну, это ваш подрядчик, вы муниципалитет, вы собственник. В данном случае водоканалы, это же, в принципе, ККС, это сети были городские, они есть в городской, они находятся в Аймаренде, находятся у них, поэтому, ну, приняли они решение такое. Моя позиция насчет мупов, я согласен, честно вам говорю. Концессия, неконцессия, все это от лукавого, если честно, до конца. Давайте вот про инвесторов, про всех этих говорить, про концессию. Это все-таки люди получают определенную свою выгоду. Муниципалитеты должны своими предприятиями наводить порядок в городе, в области и в таких вот значимых местах, как улице. Что касается управляющих компаний, будет водоканал или останется ККС, у нас одна единственная, мы обеспокоены, мы понимаем, произойдет ухудшение качества подачи воды, да, или же останется на прежнем уровне, или она улучшится. Пока говорить о том, что будет, ну, я не могу это сказать. В принципе, то, что это муниципалитет и то, что это цели, сети муниципалитета, и они были, есть, и ничего не изменилось, а просто сменится, так сказать, собственник, да, то есть исполнитель, вернее. Я думаю, что тут ничего такого страшного. Это никак не скажется, вы думаете, на тарифах, там, я не знаю, на обслуживание, на вашем заводействии? Ну, нет, на тарифах, я точно думаю, что по увеличению в данном случае не должно быть, потому что концессия, она сама профессионально призмеивает по увеличению большего, да, требования к этому делу, а здесь оно в рамках законодательства, что сколько положено увеличивается тариф, сколько предельный уровень есть индексации, он так и будет, что там, что там, только концессия, она больше предусматривает денег вложить куда-то и поменьше. А управляющие вообще имеют какое-то отношение к ККС, там, или к будущему водоканалу, у вас какие-то договорные отношения? У нас договорные отношения с водоканалом, ну, сейчас с ККС, только лишь в части содержания общего имущества, это нормативное потребление на места общего имущества, СОИ, так называемое, содержание общего имущества. Вот за это жители оплачивают отдельно, и мы оплачиваем коммунальщикам. А вас уже... А все остальное, это прямо и договора. А вас уже город уведомил, что вам надо будет перезаключать договоры, да? Не город, нам направил МУП, водоканал, о том, что мы с 1 августа... Будем являться гарантированным поставщиком воды здесь, в Кировском регионе. И что дальше в процессе? Вам нужно какие-то новые бумаги оформлять, или это просто как-то автоматически переводится? Нет, это, естественно, заключение договора, это расторжение договора с ККСом. От ККС, правда, еще до сих пор ничего не поступило, что мы... А не только вот бумаги 20-го числа на концессию подали? Ну, я знаю, что они пытаются сейчас выйти на концессию и продолжать быть участником этого, так сказать, коммунальной этой услуги. Ну, и я пока думаю, что, скорее всего, все-таки МУП, водоканал, так она останется на 1 августа. С 1 августа он приступит к кому-то. То есть вы сейчас, как управляющая компания, спокойны по этому вопросу? Да, я думаю, что худшей не станет. Но наблюдаете внимательно. Да, мы в этом разбираемся. Павел Яровкин, спасибо, очень приятное знакомство, компетентная оценка, на мой взгляд. Но на мой профанский взгляд, я не очень хорошо разбираюсь в вопросах ЖКХ, и честно вам скажу, очень сложно простому гражданину во все эти тонкости вникнуть. Даже я, проводя столько времени в этом эфире, с трудом понимаю, что происходит в этих процессах, но мы все равно должны просвещать. Спасибо. Спасибо. Павел Яровкин, Светлана Занько. Это была программа «Особое мнение». Всем хорошего дня. Особое мнение на 101FM